А вы помните? Помните, какие раньше были классные игры? Да, блять, помню. И помню не только я. Ещё и инди-разработчики, такие как Себа Геймс. Они выпустили... Ну как они? Он, если верить источникам. Ведь игру делал один единственный человек. Себасян Гарсия, за исключением музыки. Так вот, выпущенная игра под названием Fight'n'Rage. Наследник олдскульных битэмапов. В то же время отдающая дань классике жанра, таким как Streets of Rage. Хотя, на мой взгляд, разработчик был вдохновлён другим трибутом старым играм. Под названием Streets of Rage Remake. А почему, расскажу позднее. Итак, перед нами изумруд инди-сферы. Предлагающий нам сыграть за одного из трёх совершенно разных персонажей и набить морды врагам. Именно морды. Ведь в качестве врагов перед нами предстают антропоморфные звери различных видов их семейств. Они здесь что-то вроде отдельной расы. Об их появлении история умалчивает. По крайней мере, на первых порах игры. Игра предлагает нам сессионный режим прохождения. То есть, следует играть, как это следует называть, катками. И в каждую катку вы вроде как проходите игру, как это было бы на Sega. Но зачем проходить ещё раз, спросите вы. А я вам отвечу. Затем, что в игре крайне много параллельных линий сюжета. И каждая из них имеет собственную концовку, которая зависит от того, куда вы пойдёте в тот или иной момент. И что вы натворите. Если говорить о времени прохождения, то я, к примеру, в первый раз проходил игру около 4-5 часов. Довольно долго с непривычки. Причиной также является то, что в игре куча различных приёмов на каждого персонажа. А муфлиста здесь не видать. Вот вам, знаете ли, персонаж. Вот вам в руки джойстик. Вот вам враги. Играйте, товарищи. Разумеется, можно подобрать самому. Следуя аналогии сеговским играм. А не тут-то было. Технология выполнения приёмов сабжа иная. Мне к концу игры пришлось прибегнуть к интернетам и узнать комбинацию приёмов для персонажа. Я был удивлён, когда после прохождения я наконец получил горсть игровой валюты. И пошёл их тратить во внутриигровой магазин. Я увидел режим практики, который как раз покупается за эти шекели. Разумеется, предполагалось, что режима практики игрок не увидит до первого прохождения. Что я на себе и ощутил. Повторные же прохождения занимали у меня чуть больше часа времени. Поговорим о персонажах. Посмотрите на этих троих и представьте, что вы парень, если это не так. Кого же выбрать сперва? Может, этого накачанного верзилу Минотавра? Или непривлекательной внешности ни молодого человека? Разумеется, выбор пойдёт на юную красавицу Гал, которая является символом или, если угодно, лицом всей игры. Наши герои составляют классическую команду Скоростничка, Средничка и Силача. Вспомним игры серии Streets of Rage и станет очевидна взаимосвязь. Гал – аналог Блейзфилдинг, она по-прежнему, кажется, владеет дзюдо. А Рикардо – очевидный макс пауэр. Грубая сила, захваты и неисправимая неповоротливость. Что насчёт Норриса здесь сложно. Он вобрал в себя много всего из разных вселенных. Он у нас вроде как ниндзя, но я предпочитаю называть его стиль боя «техника полёта на пиздюлях». Самые внимательные увидят в его репертуаре часть умений Акселя Стоуна, а также приёмы Гая из Final Fight, не менее легендарной игры на Super Nintendo, которой, кстати говоря, я особо любитый и не испытываю. Но не только главные герои отсылают нас к другим вселенным, но и враги наряду с локациями. Точно всё не перечислю, но я заприметил отдельно взятые этапы именно из Streets of Rage ремейк, даже без особых изменений и расстановки врагов. Это не расстраивает, а даже наоборот радует. Думаю, стоит сказать и о сложности игры, потому что она довольно высока. Я играл все разы на нормальном уровне, но ни одного раза мне не удавалось пройти от начала до конца без взятия континуумов. Благо, они здесь бесконечны, и респаун не с начала уровня, а с начала локации. Некоторые враги здесь совсем несправедливы, особенно когда они накидываются толпой. В такие сложные моменты приходится подкрадываться как можно медленнее к супостатам, чтобы выманить их по одному, иначе отдельные экспонаты лишат героя всей полоски жизни без шанса на спасение. Безусловно, профессионалы наверняка уже проходят спидраном без потери здоровья, но я игрок казуальный, мне тяжело. Легкий режим недоступен, пока не приобретешь его во внутриигровом магазине, но я не покупаю его из принципа. Кстати говоря о режимах. Здесь присутствует арена, тренировка, прохождение на скорость, на очки, а также прохождение сюжета одному, вдвоем или втроем. Имеется возможность подключать напарники искусственный интеллект? Сам не пробовал, боюсь, что напарник будет делать все за меня. Да, особо не разбежишься в режимах. Но что же еще ждать от игры такого жанра? Зато в магазине можно прикупить новых скинов для наших персонажей, и, собственно, новых персонажей. Они на самом деле всего лишь все имеющиеся в игре враги, да и переиграть за них удастся лишь в режиме арены. Ну и на том спасибо. Хотя персонажей для прохождения все еще не хватает. Да, я многого прошу, но мне мало троих. В том же Streets of Rage Remake их куда больше, да и магазин пошире с плюшками. И раз уж мы снова вспомнили об идейном вдохновителе, обратите внимание, что наличие внутриигрового магазина, различных концовок и режимов напрямую связывает нас с Streets of Rage Remake. Это я говорю в основном тем, кто имеет понятие об игре. Может быть, когда-нибудь я о ней расскажу. Музыка в игре бесподобна. Drive Over Rosk разогревает вашу кровь до нужного градуса, чтобы вы с наиболее глубоким удовольствием раскидывали врагов направо и налево. Подытожим. У нас перед глазами элитный представитель современных битэмапов в оболочке олдскульной пиксельной графики, убойного мыс-зона и высокой реиграбельности. Боюсь, что многого не рассказал, но всего и не расскажешь. Тут нужно играть и познавать самому. Всем спасибо за просмотр. Рекомендую подписаться на этот канал и, кстати, поставить лайк, ведь я получаю от этого крепкую дозу наслаждения. Рекомендую подписаться на этот канал и, кстати,